МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Они для меня все равноценные, понимаете? Потому что я потратил массу своих сил, здоровья, ну, как бы сказать, аранжировок там и всего этого. Это очень сложный процесс. Не знаю, это было, во всяком случае, раньше, когда была аналоговая музыка. Сейчас все сдвинулось в сторону цифры, и поэтому все, кнопочку нажал, уже там кто-то... Можно вот заставить вас. Можно из вас сделать великолепную певицу. Вы знаете, да? Да, знаю. Не только певицу. Скажите, пожалуйста, а что бы вы посоветовали молодежи? Ну, пять лучших песен, на которых можно было воспитать. Я ничего не могу советовать молодежи. Молодежи свои законы, своя жизнь. Что я могу посоветовать им? Взрослому человеку я мог посоветовать. А молодежи, они сами разберутся, что им лучше, что им хорошо. У меня бабушка пела, у меня дедушка пел шансон. И вообще, на самом деле, одна из моих первых песен – «Ты-ты-ты». «Ты-ты-ты-ты-ты» – это типичный шансон. Просто тогда называлась эта эстрадная песня. Но потом это как-то уже переключировалось по псу или что-то. Но на самом деле мои все первые баллады... Ах, если б жить, можно было вечно жить, повторяя... Ну, я люблю днем и ночью... Это шансон... А, мама тихо говорила. Мне мама тихо говорила. Это чем-то шансон. Но я уже не говорю песню. Я поднимаю свой бокал. Что выпей за твое здоровье? Это все шансон. Просто я так сумел перевоплотить этот жанр немножко в другое в своем творчестве, что сегодня это эстрадная песня и классика «Мой золотой фонг». Но это шансон, который я всегда обожал. А как вы думаете? А кассеты с песнями Михаила Шупинского, у меня всегда были в машине и всегда очень любили мои родители. Ну, папа дружил с Михаилом Захаровичем. Но я вот горжусь, что у нас получилась эта работа. И сегодня мы ее здесь представили зрителям. Она разгуляет, у меня настроение вот такое. Я кайфанул сегодня. Мне надо что-то, альбомчик записать, по другим именем выпустить его. Записать его, даже не узнавая каким-то голосом, выпустить каким-то псевдонимом. Вот интересно, получится узнать или не узнать. Ваш отец был участником Великой Отечественной войны. Скажите, как отец повлиял на ваше творчество? Отец пел таганку, когда я пятилетним ребенком засыпал. А у него собирались студенты, его ученики после войны. Они учились в медицинском. Они собирались у нас... Мы жили в Салтыковке, под Москвой. Вот. И студенты собирались, пели такие песни. «Будь проклят, ты Колыма», «Таганка». Ну, это тогда было модно, запрещено. И, соответственно, всем поэтому нравилось. Я засыпал под эту музыку. Вот так это на меня и повлияло. Вот за 55 лет вашего творческого пути, как изменился зритель? Мой зритель повзрослел со мной вместе и до сих пор ходит на концерты. Ну, это как бы мои традиционные зрители, да. И те, кто помоложе тоже. Но последние 2-3 года резко помолодела моя аудитория. Я не знаю, с чем это связано. Даже вот те песни, которые я сочинил 7-10 лет назад, они вдруг стали очень популярными. Может быть, в связи с пандемией, с СВО. То есть какая-то вот парадигма страны вот эта вот меняется. И люди начинают искать те песни, у которых есть смысл, есть мелодия, есть какой-то драйв. И мне это очень нравится, конечно. И недаром последние 3 года, фактически, 2 года я был на первом месте, по данным СВО. Вот в этом году меня потеснил шаман, чему я очень рад, прям молодец вообще, так держать. Молодые, наконец, появляются. И, конечно, изменилось отношение к музыке, к стихам, к песням. Но, к сожалению, на радиостанциях это не очень заметно. Поэтому я обращаюсь к редакторам музыкальных станций. Ребята, давайте помогать нашим воинам. Надо писать для них песни и показывать. В моем проекте «Родники» 20 тысяч произведений пришло. И мы отобрали всего 26 финалистов. И вот мы недавно были, могу похвастаться даже, вот буквально несколько дней назад мы выступали на форуме «Россия» на ВДНХ. И в прямом эфире, это не концерт даже был, это была пресс-конференция, где я отвечал на вопросы 30 минут. И потом вышли один за другим, как в караоке, да, спели наши никому неизвестные артисты, никому неизвестные песни. И нас в режиме онлайн, посмотрите, да, мы это есть в сети, смотрели одновременно 4 миллиона 300 тысяч человек. Ну, это же понятно, что это нужно стране. Поэтому вот я обращаюсь ко всем средствам массовой информации, ко всем музыкальным каналам. Вот что нужно, это народ выбирает. Вот такая у меня сейчас история. Скажите, это первая песня ваша с вашей мамой? Нет, это уже вторая наша, второй наш дуэт. У нас до этого была песня, то есть мы ее исполняем, положим на стол ключи. Вот. А почему именно эту песню? Что послужило основой для сюжета, песни, которую пели сегодня? Как ее зрители восприняли? Какие у вас были, ну, ощущения, это зал, зал почувствовал? Да, однозначно зал почувствовал, зал всегда чувствует эту песню очень сильно. Ну, это заметно, что это задевает. Здрасте. Здрасте. Я обожаю вас, мои девочки. Боже. Вы говорите с нами. Да. Ну, зал всегда чувствует эту песню, потому что она очень личностная. Это написала текст для этой песни. Был написан маминой близкой подругой Марии Захаровой. Это наш российский дипломат. Но она пишет стихи, и они у нее рождаются непроизвольно. И она очень прониклась в наши истории, нашим, ну, очень сопереживала, когда у нас были такие сложные моменты. И на фоне нашего примирения у нее родилась такая песня о силе молитвы, о силе любви. И скоро будет релиз с новои, и скоро я начну работать с Домиником Джокером. Потрясающая песня новая тоже, я думаю, она войдет тоже в хит-парад, первые места будет заниматься. Занимать, даже не сомневаюсь. Ну, и с новои я тоже думаю, что будет первые места, а по-другому никак. На что обращаете внимание, вот когда к вам выступают предложения с билетами? Ну, во-первых, я обращаю внимание, в первую очередь, на песню. Это должна быть песня, которая понравится мне, она может мне понравиться, но я не чувствую себя в этой песне. Но я и до сих пор всегда сомневаюсь. Ну, вот когда я начинаю работать, нравится одно, но ты в этой песне как-то вписываешься мне или нет, это второе. Ну, до этого все у меня получалось, и надеюсь, и получится. И самое главное, что у меня еще и с Таней потрясающе получаются дуэты, поэтому я хочу еще с ней поработать, несколько дуэтиков спеть. Потом она может меня будет в концерт и приглашать к гостям. Самое главное, что хорошие организаторы, очень профессионально подходят к этому. Подбор артистов, мне кажется, получше стал, да? Песни как-то более с гаранжировком серьезнее относятся. Конечно, растет, растет, и я надеюсь, что радио, что никто не сможет переплюнуть или убить. Ваши впечатления о том, что происходит здесь сейчас? Клевый зал, хороший звук, организация хорошая. И вроде как зрители довольны. Скажите, а какие бы вы прекондовали молодежи музыкальные произведения, на которых учиться, детей учить? Ну, что бы прекондовали? Только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнью. Качество музыки, качество аранжировок, качество слов, поэзии стал более разносторонним. Появилась еще какая-то драматургия. Практически уходит блатняк, его практически уже нет. То есть он становится, на себя берет функцию души нашего российского человека. Скажите, пожалуйста, на каких песнях должна воспитываться молодежь? Которую мы пели сегодня. Да. Очень хорошие песни. За смыслом, с музыкой, с текстом, я считаю, с нормальным, достойным исполнением. Ну, на самом деле, тут советовать нельзя, потому что выбираешь все по сердцу, по душе. Поэтому у каждого времени свои герои. Нравится нам или не нравится, но это так. Смотрите наши выпуски. С вами была Лорионова Ирина. До новых встреч в эфире. Всем привет! Это рубрика «Все о кино». И с вами Витя Беганский. В наших выпусках мы обсуждаем новости из мира кино и жизнь наших любимых артистов. Как прошла свадьба звезды кино Александра Петрова? Какую награду получил Милош Бикович? Лучшие фильмы юбиляра Владимира Машкова. Зачем приехала в Россию звезда фильма «Укращение Сараптилова» Арнелла Мутик? Топ-5 лучших фильмов. А эта новость будет интересна всем любителям кино. Звезда кино Александр Петров, известный больше по фильмам, текст, Т-34, лед и по многим другим женился. Торжество состоялось в банкетном зале в Подмосковье Лапинью Холл. Молодожены потратили на празднование от 15 до 25 миллионов рублей. При этом на празднике присутствовало 250 гостей, в числе которых был сам Филипп Киркорох. Церемония проходила в атмосфере библиотеки. Повсюду были книжные шкафы и множество книг. В один момент такая стена раздвинулась, и оттуда появился Саша Петров со своей женой, окутанный в объятиях театрального дыма. Актеры его избранница медленно прошлись по дорожке под чувственное музыкальное сопровождение. Затем они встали напротив друг друга. На спине пиджака Петрова оказалась надпись «Саша плюс Вика». После Саша снял пиджак, а затем и рубашку, оголив грудь, на которой была переводная татуировка Вика Петрова. Он пообещал сделать абсолютно такую же, только настоящую. Также среди звездных гостей были замечены Игорь Верник, Сергей Бурунов, Леонид Ермольник, режиссер Клим Шипенко. Этот фильм поразит вас, игровая актера. Милош Бикович запел. Недавно он выпустил свой первый сольный трек «Танцуешь со мной». И сразу же звезда фильма «Холоп и вызов» получил престижную музыкальную премию «Золотой граммофон». В копилке Милоша нет ни хитов, ни маломайски известных песен. Поэтому награждение актера престижной премии просто-напросто может обесценить истальные статуэтки. А вот и самая горячая новость. Громкой дате 60-летию звезды Владимир Путин наградил Машкова орденом почета. А сейчас, дорогие зрители, я поведаю вам о его самых лучших и запоминающихся ролях. «Лимита» Дениса Евстегнеева. 1994 год. И фильм, и Машков буквально ворвались на киноэкраны страны в середине 90-х. История о простых «лимитчиках», покоривших Москву, попала в нерв времени. Многие узнавали главных героев себя – молодых, наивных, чистолюбивых. А вот вторая его лучшая работа «Американская дочь», которая вышла в 1995 году. Здесь Машков играет музыканта Алексея, который приехал в США, чтобы разыскать родную дочь. Машков смог воплотить в свою роль многие образы и эмоции отцов, которым, к сожалению, пришлось расстаться со своими детьми. Третья его работа – фильм «Вор» Павла Чухрая. Фильм вышел в 1997 году и успел захватить как русские фестивали, так и международные премии. Он построен на воспоминаниях маленького мальчика, которому некий Толян смог заменить реального отца. Пять призов за лучшую мужскую роль получил Машков за эту картину. Четвертая работа, над которой занимался сам Владимир Машков – фильм «Папа», который вышел в 2004 году. Пронзительная история об отце и его сыне. О том, как сын стеснялся отца, когда стал выбиваться в люди. И как война расставила нравственные приоритеты. Ну и пятая, самая знаковая его работа, которая была снята в космосе в 2023 году – фильм «Вызов». В фильме «Клима Шипенко» он сыграл роль Константина Волина, руководителя полетов. А вот и интересный факт. На самом пике своей карьеры Машков махнул в Голливуд. Он не знал совершенно ни одного слова по-английски, однако смог отлично выучить английский язык. Помимо этого, он смог сняться в легендарных американских фильмах с Томом Крузом и Робертом Де Ниро. Фильм, который ждут все. Звезда фильма «Укращение строптивого» Арнелла Мути приехала в Москву с новым проектом. «Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, ради развлечения», – улыбнулась Мути. Сейчас звезда приехала в Москву для работы над новой постановкой «Героическая жизнь гения». Это по-настоящему интереснейшая постановка, посвящена музыканту Людвигу Бетховену и его гениальному творчеству. В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. «Похожие переживания я видела в других людях, и себя я в этом узнаю», – резюмировала артистка. А сейчас топ-5 фильмов по мнению звезд. Внимание на экран! «Один плюс один» у меня стоит вообще прям на первом месте. Потом идет фильм «Время». Смотрите отечественные сериалы. Сейчас реально много крутых, классных работ, которые делают, воспроизводят для нас, для зрителей. И поэтому не забывайте про отечественных производителей контента. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Смотрите YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был я, Витя. До новых встреч! Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гбунова и крошка Мими. Я с детства мечтала о собаке, всегда хотела именно маленькую породу, потому что квартира была маленькая, и доберман туда, к сожалению, не помещался. Я ездила по приютам и уже хотела взять собаку именно там, но моя мама и Евгений Осин решили купить мне шпица и подарить его на Новый год. Такой вот рождественский новогодний подарок я у себя обнаружила под елкой. Я хочу задать вопрос Ирине Буйвол, как правильно ухаживать за шерстью шпица и что же выбрать для защиты от клещей. Я знаю, что есть ошейники, есть таблетки, есть много разных средств. Что же лучше всего подойдет шпицу такому пушистому чуду? Шпица действительно очень красивая порода, и красота ее заключается в первую очередь, конечно же, в шерсти. Часто момент, с которым сталкиваются владельцы, это желание подстричь эту красивую шерсть. Для данной породы эта процедура нежелательна на 100%. Объясню почему. Дело в том, что померанские шпицы и вообще вот эти пушистые животные относятся к такой группе животных, у которых очень сильно развит подшерсток, и защитная функция шерсти, она очень хорошо работает. Из-за этого в процессе выведения кожа у таких животных стала более нежной, чем, например, у стафаршистских терьеров или доберман. Соответственно, если мы стригаем шерсть, которая является защитой для кожи и всего организма под этой шерстью, то кожа будет пытаться выполнять функцию шерсти, которую у нее забрали. И тот процесс, который мы увидим на этом животном, он нас не порадует. Обратите внимание на состояние шерсти конкретно вашего питомца, потому что, несмотря на то, что померанский шпиц, название породы одно, шерсть у этих представителей может быть немножко разной, поэтому ход будет слегка отличаться друг от друга. И еще один момент. При расчесывании нужно обязательно использовать специальные средства для расчесывания, как бы это странно ни звучало. Это может быть как двухфазные какие-то средства. Встряхнули, получили рабочий раствор, который очень хорошо обволакивает волос, не дает ему путаться, профилактирует колтунение и еще увлажняет. То есть дает вот тот самый красивый блеск волосу, который и делается за счет остистого волоса, остистой шерсти. Бывают масляные кондиционеры для расчесывания. С ними нужно быть очень аккуратными, потому что для пушистого животного они могут склеивать волос и убирать как раз-таки тот самый объем. Если вы посмотрите, то на рынке достаточно большое количество представителей. Я вам показала оптимальный вариант для померанского шпица и вообще пушистых животных, который содержит в себе как уходовую часть, так и такую грумерскую с точки зрения улучшения экстерьерного качества животного. Для защиты от эктопаразитов, таких как клещи, у нас в магазинах, на прилавках есть очень много препаратов, включая ошейники от блох и клещей, капли на холку от блох и клещей и внутрь таблетки от блох и клещей. Что выбрать, достаточно сложный вопрос, и здесь все зависит от того, какое перед вами животное. Если это животное с очень маленьким количеством шерсти, то может быть сложность выкапывания капли на холку, и тогда дача таблеток или одевание ошейника будет как вариант. Если же животное категорически не хочет потреблять таблетки, и это большая проблема и стресс для владельца, то лучше выбрать какой-либо препарат, который наносится на поверхность животного, то есть это или капли на холку, или ошейник. Если у животного контактная реакция на ошейники и их препараты, то, естественно, мы не будем использовать ошейники, а выберем капли или таблетки внутрь. Поэтому вариант выбора, а выбор у нас сейчас действительно большой, есть. Лучше поговорить и проконсультироваться по этому моменту с ветеринарным врачом, который обслуживает вашего питомца, и подобрать оптимальный вариант для вашего конкретного животного. Неважно, это собака или кошка. Не забываем, что некоторые препараты по сроку работы от клещей занимают где-то 3 месяца, плюс-минус, как говорится, 12 недель. Какие-то работают в течение 4 недель. И это тоже один из моментов, который стоит учитывать. Готовы ли вы обрабатывать и не забывать это делать вовремя животное каждые 4 недели? Или для вас проще одеть ошейник на 8 месяцев и спокойно гулять в местах, где обитают клещи, при этом с защищенной собакой? Ну и Миша настоящая трусиха, она не любит мыться в ванной, для нее это целый стресс и целый подвиг, но мы всегда стараемся сделать эту процедуру менее болезненной и не такой стрессовой. Подробнее о породе шпиц нам расскажет наш корреспондент. Внимание на экран! Всем привет! С вами я, Василиса, и сегодня я вам расскажу 3 интересных факта по породе шпиц. Итак, поехали! Из большой северной тяговой собаки шпицы превратились в маленькую декоративную и диванную собачку. Удалось изменить внешний вид, но характер никак не удалось. Шпицы правят постоять за себя, они отважны и даже не пугливы. Знаете ли вы, что в рассказах «Дама с собачкой» и «Легенде об Улленшпигеле» питомцы были как раз породы шпиц? Померанский шпиц был у Исаака Ньютона. В наше время тоже можно встретить поклонников данной породы, как, например, Мария Шарапова, Юлия Началова, Шерон Осборн и Ева Лангория. Если вы думаете, что шпиц – это исключительно женская порода, вы ошибаетесь. Собачки такой породы проживают у Мики Рурка и Сильвестра Сталлоне. Они довольны такой компанией. Кстати, шпицев довольно оправданно называют маленькими наполеонами за их отважный характер. А какая ваша любимая порода? Пишите в комментариях. Скоро отпуск, мы летим в путешествие, поэтому я хотела узнать, как правильно подобрать переноску для шпица. Если вы собрались в отпуск и хотите взять своего четвероногого друга в путешествие с собой, то есть два варианта путешествия. Первое. Если ваш малыш действительно является малышом и проходит в качестве ручной клади в салон, то вы выбираете переноску, которая подойдет, похоже, на сумочку, и подойдет просто для переноски, перевозки животных в любом автомобиле или даже на своем плече. Если же ваш питомец не влезает по габаритам в ручную кладь, и вес его превышает вместе с переноской разрешенной авиакомпанией ручную кладь по весу, соответственно, вы его должны будете сдать в специальное багажное отделение для живых пассажиров. Для того, чтобы разместить своего питомца в этом отделении, переноска должна соответствовать определенным стандартам. Не каждая переноска подойдет для перевозки животного в багаже. Обращайте на это внимание, если ваша задача путешествовать именно со своим питомцем. Обращайте внимание, есть ли сертификация у переносок, которые предоставлены в зоомагазине и которую вы выбираете, для того, чтобы ее могли разместить в багажном отделении. У нее должны быть усиленные края, она должна иметь определенные запирающие механизмы, чтобы животное не смогло их открыть в процессе перелета. Потому что бегающая собака по багажному отделению, это не очень весело как для компании, так и для собаки. Если люди получают летом солнечный удар, может ли его получить собака? Помним, что шерсть защищает животное от внешних факторов. И летом солнце относится к этим внешним факторам. Если мы состригаем шерсть с кожи животного, то у животного не остается никакой защиты от солнечных лучей. Поэтому животное может получить солнечный удар при отсутствии защиты. Если мы говорим о животных гладкошерстных, то то же самое. А за ними нужно следить, не оставлять их ни в коем случае на солнце, на прямых солнечных лучах и следить за тем, чтобы животное не перегревалось. Для этого существуют различные ошейники, попоны. Ну и, конечно же, если вы идете с животным на пляж, не забывайте, что место под пляжным зонтиком ему тоже нужно. Что делать, если собака не любит чистить зубы? Это сложный вопрос. Потому что к этой процедуре, конечно, нужно приучать щенка еще с маленького возраста, когда с ним можно договориться, когда вы устанавливаете свои какие-то отношения внутри, такой стаи, назовем это так. То есть, когда собака как раз подвергается максимальной дрессировке. Собаку можно научить чистить зубы уже в более взрослом состоянии, но это терпеливый труд. И нужно подбирать варианты, которые собаке, наверное, больше понравятся. Это могут быть зубные щетки на палочках на длинных, это могут быть зубные щетки на палечнике, которые одеваются на пальцы. Вот. Здесь все зависит от того, насколько послушная у вас собака. Как правило, у среднекрупных дрессированных животных с этим не возникает проблем. Основная проблема, это как раз с теми животными, которым больше всего нужен уход за зубами, это мелкие породы. Здесь нужно подобрать, во-первых, инструмент, которым будет удобен как вам, как владельцу, так и собаке. Потому что, если этот инструмент будет очень больно делать собаке во рту, конечно, она будет всеми силами пытаться избавиться от таких взаимодействий. Второй момент, это подбирать препараты, которые могут быть использованы без дополнительной чистки. Например, зубные пасты с энзимами, которые главное нанести на поверхность зубов. Дальше они работают самостоятельно. И третий вариант, который мы уже с вами обсудили, это различные игрушки и лакомства, которые даются на регулярной основе и таким образом профилактируют образование зубного налета. Ну и, конечно, следите за тем, что животное ест. Сбалансированный рацион, комбинация сухого корма с консервированными кормами дает возможность профилактировать зубной камень тоже, но уже немножко с другой стороны. Никто не встречает себя с такой любовью и радостью, как твоя собака. На самом деле моя собака чудесная. Такой маленький-маленький пушистик, который всегда рад, когда я нахожусь дома, когда я прихожу с работы, с учебы. Она всегда чувствует смену моего настроения. Если мне грустно, она всегда пожалеет. Если мне радостно, она приносит игрушку. И мы весело играем. Друзья, подходите к выбору питомца очень осознанно. Обязательно ознакомьтесь с породой, которую вы хотите завести себе или своему ребенку. Обязательно просмотрите материалы в интернете. Спросите у друзей, посмотрите видео, как себя вести с этой породой. Что она хочет, чего она просит, что ей необходимо. И, конечно же, я советую просмотру два фильма. Это Белый Дунчер наука и Хатика. Косметика Ив Сен-Бернард – это безупречная красота шерсти и ослепительный внешний вид домашнего питомца. Фундаментальные принципы Ив Сен-Бернард – многолетние традиции, ультрасовременные технологии, эффективные рецептуры, натуральные ингредиенты и непрерывное стремление к совершенству. Мнямс – корма и лакомства для кошек и собак. Созданы для питомцев. Делают счастливыми всех. Мистер Кранч – российский бренд премиальных товаров для животных. Основным приоритетом бренда Мистер Кранч является забота не только о физическом, но и о эмоциональном и интеллектуальном развитии питомца. Все материалы являются гипоаллергенными и абсолютно безопасны для питомцев. Друзья, смотрите программу «До 17-й старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гбунова и крошка Мими. Увидимся! «До 17-й старше» и рубрику «У любви четыре лапы». Смутил он всех девчонок в классе. И вот добрался до меня. Смутил он всех девчонок в классе.